Уважаемые коллеги, друзья, 18 марта – знаменательный день для Севастополя, для Крыма, да и для всей страны. Пять лет назад произошло воссоединение Крыма-Севастополя с Россией, и тогда, в 2014 году, мы понимали, что впереди очень большая масштабная работа, и сегодня эта работа идёт по плану, последовательно, системно, благодаря нашим общим усилиям приносят значимые результаты. Сегодня сделан ещё один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего Юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры региона. На территории Краснодарского края в эксплуатацию вводится новая современная подстанция-порт, она нужна для развития морского порта Тамань, для обеспечения работы Крымского моста. Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходят Балаклавская ТЭС и Симферопольская Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают, поставляют энергию. Сегодня вводятся ещё два новых блока, по одному там и там. Их общая мощность удвоится, будет увеличена до 940 мегаватт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Это 90% текущего энергопотребления всего Крыма. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании этих важнейших энергетических объектов. Напомню, в 2014 году собственная генерация на Крымском полуострове составляла всего 160 мегаватт. Это было даже недостаточно, с учётом поставок с Украины, явно было недостаточно для устойчивой работы и подачи электроэнергии в жилые дома, больницы, школы. И тем более для развития Крымского полуострова, для подключения к сетям новых потребителей, для развития промышленности, бизнеса, туризма. Этого было совершенно недостаточно. Ситуация изменилась кардинально. Был проложен энергомост, связывающий Крым с единой национальной энергосистемой России. Построены современные электростанции, модернизирован и расширен, что очень важно, электросетевой комплекс. Сегодня общий объём энергопотребления в Крыму составляет где-то 1100-1100 мегаватт. С учётом ввода новых объектов, общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 мегаватт. Таких объёмов будет достаточно не только для покрытия собственных потребностей, с учётом планов развития Крымского полуострова, но и при необходимости для передачи в соседние регионы. Ещё раз хочу сказать большое спасибо всем специалистам, которые участвовали в этой сложной, очень нужной людям работе. Вы успешно решили задачу без всякого преувеличения общенациональной значимости. И хочу всем вам пожелать нового достижения, всего самого доброго. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, вами в 2014 году была поставлена задача надёжного и безопасного обеспечения энергоснабжения населения Крыма, потребителей промышленных, а также объектов социально-культурного назначения, санаторно-курортного комплекса. И действительно, с 2014 года была проделана большая работа, о которой вы только что сказали, по строительству энергомоста, по прокладке газопровода длиной 360 км, газопровода высокого давления для обеспечения крымчан газом, а также по строительству 1600 линий электропередач, высоковольтных линий. И сегодня мы подошли, по сути дела, к завершающему этапу реализации надёжной схемы энергоснабжения Крыма. Это вводу в эксплуатацию двух ключевых объектов собственной генерации Балаклавской теплоэлектростанции в городе Севастополь, а также Таврической теплоэлектростанции в городе Симферополь. Это два объекта, которые, как вы уже отметили, полностью фактически обеспечат крымчан собственной электроэнергией и собственной выработкой мощности. И даже без учёта возобновляемых источников энергии, которые здесь, в Крыму, активно также присутствуют, это дополнительные возможности для того, чтобы обеспечивать энергоснабжением потребителей. Суммарно, если относительно существующего потребления, крымчане с сегодняшнего дня будут обеспечены практически двукратным резервированием собственного энергоснабжения и возможностью развивать свои промышленные предприятия, потребления для того, чтобы развивать экономику региона. В компании «Технопромэкспорт», которая входит в состав государственной корпорации «Ростех», реализован проект стоимостью 71 миллиард рублей. Применены самые современные технологии парогазового цикла. Общая КПД станции составляет 51,6%. Это очень высокие показатели. И применены самые высокие технологии с точки зрения экологии, позволяющие существенно сократить потребление питьевой воды. И применены технологии сухой аградирни, российские технологии впервые применены. Это действительно важный этап в развитии не только энергетики Крыма, но и в целом российской энергетики, поскольку применены современные российские технологии. И третий объект, о котором вы также сказали, сегодня будет введен в эксплуатацию, касающийся развития Таманского полуострова, подстанция 220 кВт, 438 мВт ампер мощности, 188 линий электропередач также вводится в составе этого объекта. Призвано в первую очередь обеспечить развитие Таманского полуострова и транспортного коридора Крымского моста, транспортного и сообщения, а также подключение новых потребителей для этого региона, Краснодарского края. Уважаемый Владимир Владимирович, данные объекты, ввод данных объектов сегодня позволит не только обеспечить энергоснабжением надежным и безопасным крымчан и Таманский полуостров, но и также создаст энергетический задел для социально-экономического развития региона. Разрешите приступить к подтверждению готовности объектов к вводу в эксплуатацию. Начинайте. Пожалуйста. Пожалуйста, Балаклавская ТЭС. Доложите о готовности оборудования к вводу. Уважаемый Владимир Владимирович, на Балаклавской станции завершены в полном объеме строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Балаклавская теплоэлектростанция готова к принятию нагрузки. Спасибо. Таврическая ТЭС. Доложите, пожалуйста, о готовности ввода объекта в эксплуатацию. Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся на ЦЧУ Таврической ТЭС. На текущий момент завершены монтажные и строительные работы основного вспомогательного оборудования. Закончены пусконаладочные работы. Проведены полностью, в полном объеме все испытания. Таврическая ТЭС готова к включению. Подстанция Порт, генеральный директор Левинский Павел Анатольевич, доложите о готовности оборудования подстанции и линии электропередач к вводу. Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся на подстанции Порт на Таманском полуострове Краснодарский край. Монтаж оборудования полностью завершен, испытания проведены. Подстанция Порт готова к работе в составе единой энергетической системы России. Доклад окончен. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с поступившими докладами, оборудование Балаклавской ТЭС и подстанции Порт готово к запуску в эксплуатацию. Разрешите начать процедуру запуска. Начинаете. Дежурные смены теплоэлектростанции Балаклавской и Таврической, а также подстанции Порт прошу обеспечить запуск объекта в ввода в эксплуатацию. Уважаемый Владимир Владимирович, обеспечен набор мощности Балаклавской ТЭЦ и Таврической ТЭЦ в полном объёме, четыре блока по 235 мегаватт, а также запуск в работу подстанции Порт. Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 мегаватт. Ещё 850 мегаватт может обеспечить энергомост, подключённый к единой системе энергоснабжения России. 160 мегаватт – это прежние объекты генерации. И ещё 129 мегаватт даст новая САХская ТЭЦ, которая в настоящее время готовится к вводу и проходит комплексные испытания. У нас основные работы в этом смысле, можно сказать, завершены, но ещё есть над чем работать, в том числе и по сетям. Я выражаю слава благодарности за то, что уже сделано. Хочу выразить надежду, что вы и дальше будете работать так же эффективно, как это было до сих пор. Спасибо вам всем большое. Удачи. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok